всем привет сегодня пришло новое крепление для телефона на велик вот хочу испытать покататься планах датишкова сегодня доехать посмотрим как получится погода отличная 2 мая вообще супер сейчас главное выехать из города там конечно тоже по трассе придется ехать а потом природа кайф сейчас проезжаем городской пляж на реке уча здесь кстати тоже можно летом один раз протоките на сайт не только один потому что вот такой тут пляж ну короче так себя немного выехали из города дороге сейчас 30 дня посмотрим сколько мне займет это времени тут принципе недалеко а скоро будем на братовщине педали кручу камера населенный пункт 60 надо сбавить скорость а вот и братовщина и поворот наш натискова и там все время прямо 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 и прямо так там надо красный свет пересчем дорогу а у присоединяю конкурс ああ а вот 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 поехали на машине отсюда начинается уже пробка до переезда надо сказать что прямо блин огроменная пробка на машине бы мы стояли минуты на 20 или полчаса а на велосипеде мы не будем стоять летом конечно когда на сапах едешь кататься то на машине естественно собой везешь здесь конечно приходится толкаться потому что по-другому никак сюда не добраться кроме как на велосипеде на велосипеде с собой не возьмешь два сапа и даже один будет очень тяжело тащить плеча но зато когда туда врываешься в переезд там приезжаешь раскладываешься думаешь сапы слушай блин мне подкрут нет сейчас колеса по сушу медленно поеду то весь сейчас изглаздаюсь все этом говорят выру то что когда туда приедешь там конечно красота и кайф поплавать и тем более это самое близкое место от дома где водохранилище где большая вода ну ладно погнали знаменитый наш братовский переезд братовщицкий блин где все время проб в поворот на эти кино а нам начиска прямо и прямо где-то уже полчаса едем осталось чуть-чуть уже и мы будем втишково а вот мы подъезжаем птишка ну конечно прошло время 45 минут с того момента как я отъехал я думаю конечно поближе это все дело кардионагрузка всегда хорошо а вот и оно наше тишково все повернулись трассы теперь же точно чуть-чуть вот здесь вот по той дорожке потом там еще проедем и чуть через лесочек немножко в лес и пляж ну короче совсем ну вот как я говорил еще через вот этот лесочек и все тут конечно есть под небом там лакшери зона всяких там верандочки шмирандочки сутки 50 тысяч рублей и геля дерут солигархов последние гроши это никуда не годится конечно что шмирандочек тормоза очень резкий очень резкий если прямо чуть чуть сильнее нажмешь улетишь занос сзади на передней вообще не нажимаю сразу значит мы приехали тут такая красота рада блин понадобилось времени час ну еще носовой платок как водичка прохладно я в прошлом году в середине мая начал как это плавать и это еще без гидрокостюма короче навернулся он там он потом купил гидрокостюм сразу же на следующий заплыв не на все равно нам когда увлечешься и это на вернуться можно вот тут мы значит и плаваем на запах во всяких человек уже поплыл на сапе вообще как это захотел следующие выходные дни будет тепло надо плыть вернее все попробуем водичку опа глибочек называется чага опа не ну нормально конечно не парное молоко но если плыть на сапе и навернуться потом опять грести то нормально на велики сюда конечно далеко блин наверно больше на велике сюда не поеду только на машине что небольшой привальчик сейчас сделаем поедем еще куда-нибудь ну и вы мне спрашивали как это новое крепление конечно шляпная вот эти вот все болтики с такого мягкого металла что их зафиксировать нормально уже невозможно вот здесь уже все скрутилось короче надо дорабатывать делать под отвертку или вообще поменять болтики под ключик вот так в принципе ничего эти вот штуки надо разогнуть чуть-чуть потому что они очень сильно согнуты и телефон когда в чехле уже не помещается короче дорабатывать надо но за такие деньги там у нее рублей 500 по моему стоило на яндекс маркете все более менее куда не шло но нужно доработать конечно вот такие тут пироги вот такие тут пироги вот такие тут пироги летом когда будет тепло тепло входные теплые может быть середине недели есть предложение кому интересно можно будет организовать прогулки на сапах можно с трансфером из пушкина на автомобиле на автомобиле комфортабельном берем сапы ну наверное человека два взять смогу не больше потому что в машину больше сапов не поместится в седан и маршруты разные могут быть можем на Торбиево озеро съездить кому интересно ну самый классный конечно маршрут был бы на Плещеево озеро в Переславле там есть ну во первых само Плещеево озеро потом там очень такая живописная речушка впадает в озеро и по этой речушке можно плыть там прямо как канал в Венеции по правую сторону по левую сторону дома частные жители там полощут белье в общем классно вообще очень так классно короче в общем в описании под видео оставлю контакт в Телеграм можно будет написать по крайней мере у кого есть желание напишите а там со временем и со всем остальным можно будет договориться вот и по цене тоже потому что конечно по тем местам которые я в прошлом году проплавал хочется чтобы люди тоже посмотрели ну кому интересно очень классные места так что все контакты будут в описании они в принципе всегда и так там и в общем либо в Телегу либо еще куда впишите телефоны все старые прежние да ну как тогда ну и что касается еще прогулок на САПе хочу добавить что ориентировочно это ну не ориентировочно так лучше сделать по крайней мере это на целый день планировать то есть это будет приключение на целый день приключение которое вы потом долго будете вспоминать хорошее приключение так что приглашаю всех присоединиться ко мне летом будет классно не пожалейте и а ну ну Поехали-ка проедем на территорию Глэмпинга под небом. Хотя и написано, что сквозного прохода к пляжу нет, но я думаю сейчас еще охрана тоже там нет, поедем по свадьбе. Охранник будки сидит. Вышел охранник из будки, сел на велосипед и сейчас наверно поедет за мной наблюдать, чтобы я тут чего-нибудь не сделал. Вот значит раньше эта территория была полностью свободная от всяких этих коммерческих структур. И люди сюда на машинах заезжали, сжали свои шашлыки, баулы притаскивали, оставляли кучу мусора. Все застроили. Короче, был ужас. Но потом вот эта компания какая-то коммерческая взяла в аренду эту землю на сколько-то миллион лет вперед. Привела в порядок, конечно тут чистота, но вот на некоторой территории теперь просто не пускают, если ты не посетитель этого Глэмпинга. Ну вот как вы считаете, что лучше? Когда тут была полная свобода и бардак со всеми этими машинами, мусором. Либо сейчас, когда территория ухожена, но некоторая часть территории закрыта для посторонних глаз. То есть для основной массы людей. Ну как-то так. Мне кажется, что все-таки чистота лучше. Как вы считаете? Напишите свое мнение в комментариях. Будет интересно. Почитайте. Ну вот туда конечно еще поехать. Ну там грунтовую дорогу где-то. Неохота прыгать. Поехали до церкви сгоняем. И назад наверное домой уже пора. Там около церкви куда сейчас поедем. Там все время на сапах я приезжаю, разгружаюсь. Ну удобная площадка. Надуть сапы можно. И поплыти мимо этого места тоже будем проплывать в колеси. Ну так. Нормально. Сравно. На церкви. Ну так. Конечно, парковка в основном забита бывает, но где-нибудь и утрепнется встать, там и травки надуть сапу можно. И отсюда поплыть уже по всему водохранилище. Ну вот это вот такое тишковое. Блин, спокойно вообще классно. Спокойно можно уже сносать. Удочки, рыбаки, что-то ловят и потом едят то, что поймают. Что здесь можно поймать, интересно. Поехали. 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 Наверное, домой кручить педалет. Целый часок. Приеду сюда обязательно скоро. И уже не навелится. Может, когда-то на разведку все здесь связать. Разведу. Все в порядке. Плавать можно. Да, небольшая корочка уже, конечно, тяжеловата. Пойдем еще сюда. Заедем сейчас на один пляжик. Покажу вам. Там что-то даже типа песочка есть культурного. Ну, там в основном с детьми приезжают люди. Потому что там пол берега мелко. И там есть еще, вернее, летом тусуются, как от сапов. Также можно просто ехать на час взять сап и кататься. Ну, или больше. У кого нет своего. на этом пляже я первый раз встал на сап и поплыл. Так, куда? Так, туда, наверное. Это было, наверное, года два назад. И с тех пор заболел с сапом. Естественно, купил свой, потом второй. Сейчас теперь хочу третий. А зачем? А затем. Так, не один там. Там старый причал. Нам вот сюда. Да, вот здесь вот. Это пляже я первый раз встал на сап. Вот этот песок привозной. Тут, конечно, такого памяти не было. В прошлом году его здесь высыпали. Сейчас, я смотрю, уже растоцвался. Почти ничего не осталось от песочка. Такой пляжик. Ладно. Пора домой. Путь не близкий. На этом, пожалуй, у нас завершим сегодняшний. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. В дальнейшем будет что-нибудь еще интересное. До встречи! Давай! Поехали! Поехали! Пасха – РусланQue? Чё! Продолжение следует...